Вопрос к Николаю Александровичу. Вот канадские и американские дуэты, как правило, показывают свои программы уже где-то там в начале августа. Наши танцоры, ну даже сейчас, как вы говорите, все идет очень хорошо, это только начало сентября. Вот как тренер и стратег, в общем-то, считаете правильным такой подход? Вы знаете, канадцы и американцы, они лидируют в танцах на льду уже в течение последних, наверное, 4-5 лет. В их положении можно выступать когда угодно, потому что они даже иногда, выступая с какими-то небольшими недочетами, имеют такое снисхождение от судей, что это позволяет им занимать, продолжать ведущие позиции. Например, как в прошлом году, не боясь этого сказать, я смотрел первые гран-при, на которых участвовали и канадцы, и американцы. Как специалист могу сказать, что дорожки шагов у них были, ну, не очень сильно, даже отличавшиеся от шестого-седьмого места. Однако из-за того, что они долгое время занимают высокие позиции, судьи им вставили оценки и уровни, которые не соответствовали, на мой взгляд. Хотя я двигаю кота, не разбираюсь, не очень плохо. Вот, поэтому мы не имеем права себе позволить выступать в начале сезона, еще не совсем готовы. Мы должны выступать так, чтобы ни один судья из другой страны не мог придраться ни к исполнению наших элементов, ни к исполнению поддержек, ни твизлов. То есть все должно быть подготовлено на 100%. Только тогда есть шанс бороться за высокие результаты, а точнее за медали на олимпийских играх. Спасибо. А на джазболе, на сколько процентов? Я думаю, что процентов, наверное, на 70. То есть по скорости, по каким-то эмоциональным вещам уже процентов на 70. Но есть еще недостатки в каких-то элементах именно по исполнению, но это просто нужно время, время и несколько, наверное, выступлений. У нас сейчас будет выступление вот сейчас в Сочи, потом в начале сентября у нас соревнования уже будут опять-таки в Сочи. Как раз вот эти небольшие соревнования, но еще как бы не гран-при, они дают спортсменам почувствовать, что они все готовы уже на 100%. Я не надеюсь на это. Ну, хотелось бы. Хотелось бы, да. Спасибо. Еще вопросы. Итак, на инфраструктуру приобретал что-то именно, конечно, на это очень привязывало. Сколько это не нам было на вопрос? Нет, это... Я использую эти вещи только в тренировочном процессе. Когда будут готовы костюмы, будет все специально подготовлено. Это непосредственно имеет отношение только к поддержкам, потому что, чтобы не получить травмы. Есть элемент, где она встает, где Лена встает лезвиями мне на тело, на живот, чтобы просто не появиться. А во время выступления тоже это будет под костюмом или нет? Да, это будет под костюмом, будет ничего не заметно. А по поводу костюмов еще Лена в валетной пачке выступала? Что бы мне на этот раз, Лена вбалет, опять же, в валетной теле? Раскроете бы чуть-чуть, пряткроете? Ну, я думаю, что ничего такого особенного, но я думаю, что в идеале все красиво и с вкусом. Чтобы главное, это хорошо сидело и нравилось это видео. Спасибо. Еще вопросы? Можно? Да. Вопрос к Угиде. Вы работали в США и говорили о том, что много работали на ДУФП. Скажи, а приходится ли тебе работать в тренажерном зале, если да, то как много и чем-нибудь? В тренажерном зале, естественно, приходится работать. И не только мне, Лена тоже ходит в тренажерный зал. В принципе, занимаемся всегда все вместе. Работаю больше на силу, а не чтобы накачать массу, увеличить массу, размер своего тела. Это по почве, может быть, после спорта. Мы никогда не сделали таких поддержек, в принципе, с Леной. Может быть, только на полу пробую. Элементы очень, в принципе, тяжелые, новые. Для меня работают абсолютно другие мышцы, разные. Поэтому в этом году наш лиц солист Леонид Моисеевич Райсин приготовил специальную программу для нас. Над этим и работали. Спасибо. Николай Александрович, а вы отметили, что «Лебединое озеро» в танцах еще никто не брал. А почему на ваш взгляд такое происходило, вроде музыка, такая танцевальная осень? И чем для вас была интересна эта постановка? Я думаю, что никто не брал, а специально для них оттаяния. А чем интересна была постановка на этих разводах? Ну, вообще, это единственное произведение, наверное, которое, если спросить даже в Африке у Африканца, и включить музыку, он скажет «Лебединое озеро», потому что наверняка будет больше знать «Лебединое озеро», чем какой-то другой балетный спектакль. Поэтому я думаю, что уже то, что произведение самое известное в мире, это как бы само по себе глобальное явление. А то, что повезло нам, кто его ни кто не брал, я думаю, что так Бог распространялся, чтобы они это произведение катали на «Лебединое озеро». Спасибо. Вопрос в догонку про «Лебединое озеро». Как раз вы сказали, Алене Грещук помогал ставить программу, а Кармен, на «Лебединое озеро» кто-нибудь работал, приглашал? Ну, вы знаете, технически нам очень много помогал, еще Игорь Спильмонтон приезжал на 4 дня. Вот, в принципе, любой человек, который может внести хоть какую-то небольшую деталь, мы всегда открыты, чтобы получить эту помощь, потому что тем больше народу участвует и приносит хоть какую-то малейшую добавочку в программу, мы планируем работать дальше, продолжать с какими-то специалистами, так же, как с поддержками мы работали с человеком, который всю свою жизнь проданцевал, проработал в цирке «Песаре». Так же, как Никита сказал, СБП помогает, один из ведущих специалистов России, который помогал и Будину, и Кулику, и еще при Старом Советском Союзе работал в течение 12 лет соотборной Советского Союза. Леонид Райцин. Вот, и мы планируем также продолжать приглашать каких-то специалистов, которые будут помогать, улучшать качество программы. Ну, когда я тоже в законе о поддержке, как охарактеризация, может, в чем они изменились? Что они много, что, почему охрана отечественность, если вы немного рассмотритесь, а и что в них много, более сложно сказать? Ну, они более сложные, как сказать, они более сложные в исполнении, но также и на вид они, как бы, улучшены. Наверняка вы сегодня заметили последнюю поддержку, потом все, кто-то даже захлопал. Это не просто так, если поддержка была неинтересная, то не было никакой ответной реакции. Поэтому все эти мелочи, они в поддержках как-то дают программе, создаются какой-то сложности, не просто красоты, а еще и сложности исполнения. Поэтому все поддержки были новые, их много лет критиковали за то, что нету как-то новшеств каких-то в поддержках. Поэтому мы гордимся тем, что в этом году у нас новые поддержки. И непростые. Спасибо большое. День нашей конкуренции заканчивается.